Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Владимир Дрюков. Я руковожу JSOC в Solar Security. Меня попросили рассказывать про процессы. Тем более, коллеги, практически все, что можно было рассказать про технологии, автоматизацию, когнитивность и другие классные слова уже сделали. Поэтому я коротко в три слайда расскажу про нас, если кто-то еще не знает. А дальше у меня предложение следующее. Давайте вернемся не к тому, что мы начинаем строить SOC. А вот мы построили, а что мы забыли, а что мы не учли, какие грабли нас еще ждут по дороге. Попробую поделиться нашим опытом, нашей практикой. К своему стыду я забыл, что есть видеокамера, поэтому слайды у меня с большим количеством букв. Их довольно много, но пробежимся по ним оперативно. Ну, давайте немножко про нас. Нам уже 5 лет. У нас почти 40 клиентов, нас много, почти 60 человек. И мы много разных тематик по части построения и оказания сервисов в рамках SOC делаем. Занимаемся мониторингом, занимаемся противодействием киберугрозам, занимаемся контролем защищенности. В общем, все, что в классические понимания включено, все это некоторый наш фронт работы. Если говорить про то, как мы выглядим, бывают заказчики, которые свой CM имеют, тогда мы работаем с ним. У нас есть много-много своих инсталляций внутри нашего ядра. Около десятка сейчас, куда мы подключаем заказчиков облачных. Бывают заказчики, которые умеют мониторить все сами, но хотят какого-то реагирования. Мы для этих заказчиков делаем куски реагирования на активном оборудовании. Если говорить про то, что мы используем, так или иначе со всеми заказчиками мы начинаем все равно работать с тематикой мониторинга. Мы работаем с арксайтом, вопросов много по CM задавалось. Сейчас это наше основное ядро. Мы всегда что-то делаем с точки зрения сканирования. Если у заказчика что-то есть с собой, то это замечательно. Так для ассессмента нам больше всего нравится Qualys. И иногда мы используем логику, нам нужно поискать индикаторы. Много тематики с Red Intelligence уже прозвучало. Мы этим тоже занимаемся, занимаемся форенсикой. Ну и дальше все зависит от заказчика. Заказчик, у которого много средств защиты, и у него можно детектить много разных атак, это хорошо. Если у заказчика с инфраструктурой все на базовом состоянии, все равно имеет смысл поработать, имеет смысл помониторить. Что нужно внутри? Нужен сервис-деск для управления инцидентами. Нужно каким-то образом смотреть за активами, для того чтобы понимать, а вообще где проблема случилась, как она выглядит, отчетность для руководства, тема модная, ну и понятно, так или иначе, инфраструктурной безопасностью мы тоже занимаемся. Как устроен сам JSOC? Три куска команды. Мы принципиально разделили в свое время тематику мониторинга и реагирования. Есть парни, которые умеют глазастно смотреть в CM, разбираться с логами и фиксировать атаки. Есть ребята, которые умеют круто настраивать средства защиты, крутить вафы, сканировать, ну и так далее. Одна команда – это глаза и мозг, другая – это руки и мозг. Обычно, когда рассказывают про структуру первой, второй, третьей линии, ну коллеги, наверное, и из Сбербанка, и из других СОКов согласятся, обычно бывает пирамида. Как-то вторая линия чуть уже, третья еще меньше. У нас есть нюанс. Заказчиков много, заказчику нужно персональное внимание, поэтому у нас вместо пирамиды возникают песочные часы. И третья линия сильно больше, чем вторая, поскольку заказчиков достаточно много. Занимаемся форенсикой для того, чтобы не стоять на месте. Отдельно выделяем команду развития, новый контент, новые сценарии, новые идеи. Ну и, понятно, управляем качеством всего происходящего. Так мы выглядим сейчас. Занимаемся мы этим уже пять лет. И я, наверное, попробую пройтись по таким как-то основным граблям, которые возникают на пути построения СОКа. Давайте считаем, что платформу мы выбрали. Мы набрали 20, 30, 40 человек. Мы запустились. У нас есть первая линия, есть вторая, есть третья. Как-то это движение осуществляется. Какие подводные камни в этом месте будут возникать? Во-первых, про кадры разговоров будет много. Дальше про это завтра будет даже целая отдельная секция, поэтому эту тему я сильно поднимать не буду. С нашей стороны мы много работаем со студентами. И вертикаль роста из первой линии в третью. Но у нас пространство достаточно неплохо. Мы плотно занимаемся именно таким квалификационным ростом своих сотрудников. А дальше интересно. Неважно, даже СОК внутренний или внешний, у вас появилась первая линия. Ребята все в режиме 24-17. Мы их там 6 человек, 10 человек. Они работают по инцидентам. Какие появляются проблемы? Первая линия все равно имеет квалификацию чуть ниже, чем любая другая. И вот прилетел инцидент, он был боевой. Парни не досмотрели, проспали, что-то там не доделали, закрыли его как фолз. Инцидент не загорелся, для бизнеса произошел какой-то ущерб. Но там инженер первой линии, с него взятки гладкие в этом месте. Второе, тоже довольно естественная история. Какие бы парни не были достаточно ровные по плане квалификации, кто-то лучше разбирается в АД, кто-то лучше разбирается в антивирусах. Когда инцидентов много, всегда есть желание взять что-нибудь попроще. Работа есть постоянно, инцидентов падает очень много. И он всегда нагружен, а при этом какие-то инциденты, которые надо было разобрать, уползают вверх, просрачиваются и как-то вообще выходят за горизонт видения, за горизонт деятельности. Ну и такие кейсы скорее про коммерческих заказчиков. Работает оператор, у него 15 клиентов. Он открывает свой почтовый клиент, долго, упорно анализирует, набил уведомления, а клиентов 15. И он отправил письмо не тому клиенту. Кошмар, катастрофа, что с этим делать дальше, непонятно. Как мы с этим боремся, как мы с этим боролись и что мы делаем дальше? Если говорить про проблему качества работы первой линии, ну как-то мы создали у себя не гамификацию, но некоторую такую довольно прикольную структуру оценки или лайков по обработанным кейсам. Каждый день аналитики второй, третьей линии просматривают выборочно некоторое количество кейсов первой линии по каким-то критериям. Это дорого, это много времени в ресурсах второй, третьей линии, но это единственный способ контролировать это самое качество. И действительно в Фейсбуке сейчас, по-моему, 6 или 7 категорий, как-то понравилось, не понравилось. У нас, по-моему, около 40. Каждый аналитик может высказаться, что он думает по поводу каждого кейса, по поводу его разбора. И этот критерий, который он там указал, очень явно сказывается на жизни первой линии. Начиная от каких-то квартальных премий и KPI, заканчивая, в общем, более плачевными исходами, если действительно серьезный инцидент просрочили. Это такой сложный алгоритм внутреннего контроля, очень дорогой, но когда компания большая, когда сок тяжелый внутри, когда людей в нем много, инцидентов много, наверное, это, ну я не знаю, на мой взгляд, один из единственных вариантов, как этим качеством вообще можно управлять. Двинемся дальше. Как не дать инженеру обманывать? Вот когда инцидентов действительно много, так или иначе хочется, чтобы у него не было возможности выбрать. Вот он всегда выбирал тот инцидент, который такой, ну знаете, самый горячий, у которого самая высокая критичность, у которого самый опасный хост на нем задействован. Банкиры поймут, что любая история, связанная с ARM-КБР, страшнее всего происходящего вокруг. Наверное, может быть, по модулю свифта. У людей из ритейла другие истории, у людей, которые занимаются энергетикой третьи, всегда есть самые страшные машины. И любой инцидент, который произошел на страшной машине, должен всплыть вверх. И он должен стать самым первым, он должен быть самым первым разобранным. Мы здесь сделали довольно большой подход по математике, по алгоритмике, и действительно сейчас у оператора первой линии вообще нет никакой возможности выбрать, каким кейсом он работает. Есть кейс самый горячий, он его берет, начинает обрабатывать. И это позволяет не пропускать, не терять и не выползать по действительно важным, по действительно сложным задачам. Ну и третье, это как работать с кейсами. Ну это скорее наши такие уже коммерческие соков штучки. Нет у оператора электронной почты вообще. Есть сервис-деск, в сервис-деске забиты автоматические профили уведомления, которые обрабатываются, которые принимают решение о том, кому письмо должно быть отправлено в зависимости от того, что за инцидент, что за заказчик, что за категория, и кто в общем в инциденте должен быть заинтересован. Из мелких преимуществ, которые получаются в дополнение, можно действительно некоторым образом предсказывать нагрузку на смене по количеству существующих кейсов по их цене трудоемкости и понимать, а вообще сейчас, ребят, хватает или не хватает, или уже пора снимать вторую-третью линию с работы, сажать их на оперативный разбор инцидентов, и хватит им заниматься форенсикой, средхантингом, интеллигенсом. Как-то пошел пожар, пора тушить. Это немного про айтиловские истории, наверное, про процессы. По этой части есть ли вопросы, истории, нюансы? Хорошо. Давайте дальше. Компания наша большая, очень сильно и плотно развивается. Наверное, на среднюю систему, которая существует в компании, особенно если говорить про бизнес-приклад, можно написать 30-40 разных типов юзкейсов, 30-40 разных инцидентов. И вот пришло руководство и сказало, а у нас появился какой-то очередной новый бизнес-приклад, срочно, завтра нужно поставить его на мониторинг. Как в этом месте возникает классическая история? Мы пишем к этому прикладу коннектор и дальше пишем 50 сценариев. Сколько будет писаться 50 сценариев? Месяц, два, три, как угодно. При том, что сценарии, которые в этом месте нужны, они достаточно простые. Нам нужно контролировать входы, нужно контролировать брутфорсы, нужно смотреть, откуда к ним системы подключаются. Это, в общем, базовая понятная логика. С ними надо каким-то образом работать. Дальше, конечно, все вендора работают много над своими продуктами, но всегда бывают нюансы. Что-то падает, что-то сбоит внутри, возникают какие-то сложности и совершенно случайно в неизвестный момент времени то, что работало три года, работать перестает. Как, почему? Неизвестно, просто перестало. С этим надо тоже каким-то образом функционировать. Ну и третье, многие заказчики так или иначе говорят про то, что вот есть такая история, как asset management. У нас в компании есть CMDB, который должен ввести IT, и нам очень хочется понимать, инцидент критичный или не критичный. А что у нас до системы, на которой он произошел? А что на этой системе хранится? Не знаю, больной вопрос. Поднимите руки, у кого в компании есть CMDB, который действительно актуален. Но рук немного. Действительно, процесс наполнения CMDB, хотя обычно живет в IT, но там никогда не сходится. Информация там бесконечно стареет, а жить как-то надо. И сокупы без информации о активах, о ассетах, в общем, делать-то нечего, деваться некуда. Что мы в этом месте делаем в первую очередь с точки зрения CMDB? Понятно, что это и для внутреннего сокова актуально. Надо общаться с бизнесом. Нужно общаться с IT-шниками, нужно общаться с сетевиками, пить с ними кофе, встречаться в коридоре, обсуждать, как инфраструктура вообще устроена, следить за тем, что в ней меняется, и как-то превентивно, не из инцидентов, узнавать о том, что у нас появилось еще 5 новых серверов, а у нас появилось еще 20 новых подсистем, что как-то эту ситуацию нужно управлять. Есть места, откуда эту информацию можно получать автоматически, а иногда, так или иначе, все равно система начинает светиться. Если вы завели новый сервер, он постучится в интернет, и его очень легко увидеть, надо начинать с ним дальше работать. И это такая тоже тяжелая, большая работа, которую можно попробовать возложить на IT, но, как правило, все равно приходится делать безопасности. СОК внутри должен работать с активами, должен контролировать то, что в них прилетает, и должен эту работу выполнять, собственно, за своих безопасников, как бы печально это ни звучало. Две минуты. О, как все сложно. Дальше. Контент мы вложили в некоторую достаточно сложную архитектуру, для того, чтобы мы могли новый источник подключить легко. Грубо говоря, написали коннектор, базовый сценарий будет взлетать автоматически. Ну и действительно, дальше мы достаточно много работаем на синхронизации. У нас около 15 инстанцев. Нам необходимо эту информацию между ними автоматически перезаливать. Для больших распределенных структур это, в общем, тоже задача актуальна. Везде есть свои нюансы, везде есть потребность некоторой унификации. Ну и про последнюю тему. Уже несколько человек говорили про тему сред интеллиженса. Я хотел некоторым своим опытом по этому направлению поделиться. Интеллиженс штука очень клевая. Она действительно очень полезная, но с ней все очень сложно. В среднем в фиде некоторых зарубежных фендеров висит полурунета. Половина айпишников Яндекса считаются айпишниками CNC серверов, ну потому что так устроена жизнь. Заползает туда куча айпишников от хостингов. А самое сложное начинается, когда в вашей компании начинает работать Skype. У кого в компании работает Skype? Где пользователи его используют? Коллег из Microsoft вроде нету. В общем, Skype ведет себя как торрент-клиент. Стучится всюду, и половина сработок, которая возникает по репутационным базам, как бы вы их ни чистили, все равно будет от Skype. Потому что он стучится везде и попадает так или иначе на айпишники, которые вы попали в фидах. Дальше ситуация еще усугубляется. Вы смотрите на то, откуда постучали, с какой машины, смотрите на название процесса, и видите, что стучится туда в ваше антивирусное ПО. Потому что антивирус так себя ведет. Он все процессы, это инициирует, собственно, из-под себя. И в этом месте магия среда интеллигенса, серебряная пуля, становится очень тяжелой. Очень тяжелой для работы. Потому что понять, что реально происходит, и как с этим дальше жить, в общем, становится плохо понятно. Есть некоторая наша статистика по тому, как мы интеллигенсом пользуемся, насколько он полезен, не полезен. Ну там она, в общем, доступна в наших презентациях, и можете дальше на нее посмотреть. Но интегрально тут возникает достаточно много, действительно, очень тяжелой работы по аналитике с интеллигенсом. Нужно смотреть на поставщиков, насколько они релевантны для конкретной страны, для конкретных организаций. Нужно чистить мусор, смотреть на обратные связи, когда один раз айпишник засветился, был ли этот доступ на самом деле фолсом или настоящим, смотреть на актуальность угрозы для заказчика. Ну, в общем, много-много-много с этой темой работать. А еще в идеале подключить всех рабочие станции и начать разбираться, что за процесс инициирует хосты это самое соединение в интернет. Работа большая, работа тяжелая, но действительно тема интеллигенса, несмотря на всю свою перспективность и очень большую полезность, она такая очень тяжелая и очень тяжелая, и сложно приходится готовить. Вот. Ну, наверное, на этом я хотел потихоньку закачивать. Интеллигенса заниматься все-таки надо. Активы нужно следить. Давайте все-таки работать за IT, когда нам приходится этим заниматься, и инциденты лучше не пропускать. Одно пропущенное срабатывание может стать причиной достаточно больших проблем. Ну и главное, надо двигаться. Гораблей разложено много. Про часть из них рассказывали текущие ораторы, часть из них будут индивидуальны для каждого из вас, и пройти мимо не получится. Нужно, когда заранее, готовить лоб. Все. Всем спасибо. Спасибо, Владимир. Тут было много мыслей высказано, что все-таки не нужно пользоваться аутсорсингом, а нужно строить собственный сок. Поэтому ты, как, собственно, владелец аутсорсингового сока, готов ли сейчас переубедить и кого, сказав, кто, кому все-таки, кто вынужден использовать аутсорсинговый сок? Или почему это использовать лучше? Собственный сок – это очень дорого. Алексей называл цифру в миллион восемьсот в месяц. На самом деле в два раза дороже, потому что если компания соблюдает все налоговые декларации, вычеты, фото нужно удваивать в два раза, 40 миллионов – это нормальные расходы на вход сока в средней компании. Это очень дорого. Это действительно очень дорого. Еще сложнее ситуация с аналитиками, которых нужно призывать, которых нужно удерживать. А еще проблема с тем, насколько быстро можно стартануть. Если не найдется на старте трех-четырех сумасшедших, которые готовы работать в режиме 24 на 7 и просто делать хорошо, и не потому, что у них огромные оклады, и не потому, что им хочется вырасти по карьерной лестнице, а просто потому, что у них как душа устроена, шанс, что это будет тяжело и сложно, достаточно высокий и может просто не взлететь. И поэтому, наверное, аутсорсинг в этом месте – это один из вариантов опереться скорее на чье-то плечо и дальше либо строить самостоятельно, либо просто как-то выстраивать процессы вместе, не собирая все грабли, которые лежали на дороге, проходя мимо хотя бы части из них в обход. То есть для любой организации, в том числе и Сбербанк, ты бы советовал аутсорсинговый СОК? Ну, я бы сформулировал так. Есть некоторые функции СОКа, которые, на мой взгляд, вне зависимости от объема, имеют смысл аутсорсить. Я ездил в прошлом году в Малайзию, общался с огромным малайзийским банком, у них 70 тысяч сотрудников, понятно, это не Сбербанк, тем не менее. У них о подразделении информационной безопасности 600 человек. У них на 100 человек один безопасник. У них 10 бизнес-циса, у них есть свой локальный редтим. Если кто-то знает, что такое палантир и сколько это стоит, они покупают количество модулей палантира себе ежегодно, по-моему, три. Они на всю эту инфраструктуру используют Спланк. Если кто-то знает, как лицензируется Спланк и сколько это будет стоить на такую компанию, вы тоже себе представляете. И при всем при этом они пользуются услугами MSSP и MDR. Они кусок своей деятельности аутсорсят, потому что некоторые экспертизы, некоторые навыки в себе растить нерезонно. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо, Владимир. А, нет, есть вопрос. Что про лицензируемую деятельность? Ну, у нас с этим все хорошо. Пока лицензию как-то… Список подачи лицензии начинается с июня, мы готовимся, подадимся в первых рядах и будем ждать до 45 дней, пока стек нам ее выдаст. Все соки коммерческие идут ровно этим путем, но как-то я думаю, все ее получат. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ